приветствую вас на первом циничном канале и еще один сюжет на уже избитую тему как перейти в творчество как бросить работать и при этом получать деньги откуда возьмутся деньги если не работать я бы уже не стал снимать этот сюжет потому что все что можно было сказать по этой теме уже сказано но тем не менее сниму изменилась полемика изменился градус полемики на первом циничном канале по комментариям я вижу что пришло понимание и поэтому сниму еще один сюжет знаете что достигнута взлетная скорость на первом циничном канале вот сейчас можно сделать взлет для многих людей для кого-то он невозможен по определению для кого-то можно сделать взлет что за взлет знать как самолет взлетает разгоняется по взлетной полосе набирает определенную скорость дальше изменяет форму крыла за счет вывода закрылок и вот за счет изменения там обтекание воздуха меняется и он взлетает. То есть нужно две вещи. Во-первых, скорость, разгон. Во-вторых, изменение формы крыла. Как бы если чего-то не будет, то он не взлетит. Если хотя бы одного из двух не будет. Так вот, что я увидел? Изменилась полемика. Вот это изменение полемики для меня выглядит как набор скорости. От вас теперь только закрылки выпустить. Скорость набрана. На что изменилось? С чего и на что? Как раньше полемика выглядела? Нет, ну это бред. Бросишь работать, не будет денег, помрешь с голоду. Все, невозможно, в принципе. Что сейчас появилось? Очень много обозначилось рабов. Настоящих рабов по призванию, скажем так. Которым, да, любые деньги они останутся рабами. То есть посмотрите комментарии. Там дофига людей. Ну вот реально ему дай там за пять лет зарплату. В год. Каждый год, 1 января, получаешь зарплату за пять лет. Он ее сольет за месяц и пойдет работать. Потому что он раб. И все. И там будет возможность, не будет. Да хоть они с неба на него падать будут деньги. Он пойдет работать. Потому что это раб. Для него потребление это всего лишь возможность слить деньги. Чтобы они не свербили, не мешали. Как говорится, избавься от них и иди работай. Все. Зачем тебе какие-то деньги? Причем тут деньги? Ты раб. Ты должен работать. Упал на тебя мешок денег сверху? Давай, вот, потребление. Покупай себе 20 телефонов в последней модели и иди работай. Все. Не нужно тебе заморачиваться. Ты раб. И многие этому довольны. Так вот, каким образом полемика изменилась? Раньше действительно было, что невозможно. А сейчас многие пишут, что ага, Иоганн советует не работать, в творчество уходить. А сам с Ютуба бабки имеет. Поэтому, собственно, и может не работать. Давайте там ему ничего смотреть не будем, донатить не будем. Кстати, говорят люди, которые никогда не донатили 100%. Ну и, соответственно, как он после этого запоет. Вот примерно такое. Очень много таких комментариев. Так вот, смотрите. Какой вывод сделан? Я действительно, во-первых, объяснил теоретически, что это возможно. Не работу получать. Во-вторых, показал. Причем не скрывал. Да, это действительно у меня за счет Ютуба. Я говорил, что кому-то подойдет мой вариант, блогер. Кому-то не подойдет. Для кого-то там иное творчество. То есть, я объяснил в теории, показал на практике. Какой вывод сделан? Попробовать то же самое, что и Аганн делает? Может быть, блогером стать? Ну вот, есть уже накатанный путь. Попробовать? Нет. Ни в коем случае. Ну, может быть, понять, что если такой, в принципе, возможно. Ютуб, это же не единственная возможность. Ну, наверное. Все-таки. То есть, если, в принципе, можно не работая получать деньги, то, ну, наверное, что-то кроме Ютуба есть. Не только же вот это белое пятно, там, какая-то кротовая нора. Только Ютуб. Нет. Что-то есть еще. И, может быть, поискать, подумать там. Нет. Не эти выводы сделаны. Давайте сделаем так, чтобы у Аганны не получилось. И, грубо говоря, мы докажем тем самым, что альтернативы рабству нет. То есть, видя альтернативу рабству, многие считают, что нет. Надо сделать так, чтобы ее не было альтернативы. То есть, они в свою теорию верят больше, чем в практику. Гегель, по-моему, говорил. По-моему, Гегель, что если практика противоречит... Если опыт или практика, не помню, противоречит моей теории, тем хуже для практики. Вот здесь примерно то же самое. Человек настолько, да уже не верит, а хочет, чтобы кроме рабства ничего не было, что, когда он видит что-то, кроме рабства, что оно возможно, давайте мы его затопчем и будем дальше считать, что это невозможно. Вот. То есть, это рабы такие, конкретные. Это действительно рабы, ну, без альтернативы. Они сдохнут рабами. Так вот. Но самое главное, что получено в результате вот всех этих сюжетов? Получено понимание, что такое возможно. Ну, я действительно говорил, что у меня это через YouTube. Получено даже рабы уже признали, что такое возможно. И поэтому сейчас хотят активно, как говорится, затоптать, чтобы оно было невозможно. Так вот. При этом, что, а что будет, если... Тоже вот полемика. Что будет, если там YouTube прикроют? Блин, может быть, у меня начнется жизнь более дерьмовая, чем сейчас. Но сейчас она у меня нормальная, начнется дерьмовая. А что будет, если тебя с работы выгонят? У тебя сейчас дерьмовая жизнь, а будет такая же дерьмовая. Ты пойдешь другую работу искать. То есть, все-таки лучше, наверное, нормальная потом дерьмовая, чем дерьмовая и потом еще более дерьмовая. Что более надежно? YouTube или какая-нибудь шарага? Там, рога и копыта. Московская там, не знаю. О, ромашка. Которая раз завтра и у Василек. Те же люди, а зарплату тебе вон, иди в ООО «Ромашки» спроси. То есть, что надежнее? Американская корпорация колоссальная, огромная? Или же наши князьки там эти доморощенные? Которые сегодня Василек, завтра ромашка, потом, не знаю, там, Лебеда. Все-таки. Тут даже надежности-то больше. Но, тем не менее, люди хотят, чтобы кроме рабства не было альтернативы. Так вот, что я советую? Тем людям, у которых, ну, хотя бы что-то от человека осталось. Хоть где-то отзывается идея свободы. Что им советую? Воспользуйтесь вот этими праздниками новогодними. Это и будут Ваши закрылки. Во-первых, как воспользоваться? Во-первых, первая половина года у бюджетников, у, ну, у бюджетников в основном, у госслужбы, она голая. По налогу я помню. Ничего не платят, премии нету. То есть, Ваш нищенский оклад, он так и идет. Потом там, да, октябрь, ноябрь, декабрь, что-то есть. Но сейчас вы будете полгода лапу сосать. В принципе, ничего не будет. Это во-первых. То есть, если вдруг теряете работу, то хотя бы сейчас это не жалко делать. В налогу всегда увольнялись в январе. То есть, получали декабрьскую зарплату и увольнялись. Потому что потом полгода голая зарплата. Это во-первых. Во-вторых, почувствуйте сейчас вот эти новогодние праздники. Я даже не знаю, когда они закончатся. Там, 10 или 8 дней. Не знаю. Но почувствуйте. И почувствуйте их правильно. То есть, это не для того, чтобы, скажем так, на замыленной уже лошади тягловой мыло обсохло. Нет. Это для того, чтобы, может быть, там, отозвалось у Вас что-то еще от человека, от свободы. Почувствуйте и поймите, что так может быть всегда. Это не какая-то блашь, не какой-то там кусок, брошенный царской рукой работодателя, работнику, там, лошади тягловой. Это, в принципе, жизнь. Жизнь выглядит вот так. То, что Вы жизнью называете, там, от будильника до будильника, это не жизнь, это говно. А это не какая-то там надстройка, не какая-то блашь, не какой-то подарок. Вот это жизнь, это норма. А то говно. А просто Вы можете считать, что то норма, а это нечто выше нормы. Плюс такое приятное что-то. Нет. Это как раз норма. Что-то приятное, оно по-другому выглядит. Это путешествие, это познание, это развитие. А это норма, это база. Вы просто живете и все. Живете своей жизнью день за днем. Вот как раз что-то приятное нужно надстраивать. А то, как вы жили, это не норма. Это днище. Это донное днище. Вот этот момент попытайтесь понять. Просто прочувствуйте. Может быть у вас как-то реанимируется свобода. Вот эти праздники, они могут для вас закрылками послужить. Скорость набрана. Уже как бы даже рабы действительно поняли, что возможно не быть рабами. Поэтому скорость набрана. Дело за вами. Опускайте закрылки. Что советую? Советую просто выйти, если вы не уволитесь после этих праздников. Выйдя, хотя бы не забывать праздники. Не забывать вот это ощущение нормальной жизни, свободной. И может быть даже не пытаться обратно привыкнуть. Вы выходите на работу, у вас культурный шок. И вы пытаетесь побыстрее влиться, скажем так, обратно. Не пытайтесь. Вот если вы чувствуете, условно говоря, там душевный запах дерьма. Просто до этого момента у вас уже нюх атрофировался. Вы это дерьмо воспринимали как норму. Это как в анекдоте. Бухой мужик такой выходит из бара, такой обблеванный весь. Чем это воняет? И тут прохожий говорит, что это свежий воздух. Так вот, если вы уже отвыкли от свежего воздуха, то вот сейчас им пропитайтесь. И когда вы начнете опять пропитываться дерьмом, хотя бы не воспринимайте его как норму. Может быть и это поможет. Если не вышли закрылки вот сейчас на праздниках, может выйдут там до февраля. Когда вы перестанете себе врать, что вот то, что вы сейчас ощущаете, это норма. А вот тот свежий воздух, это вонь какая-то была. Нет, там был свежий воздух. А вы сейчас в дерьме. Не пытайтесь влиться обратно. То есть, если вы испытываете страдания от того, что вам надо по будильнику вставать, так и страдайте тогда. Поймите, что это как особенность национальной охоты. Есть из-за чего впасть в отчаяние. Поймите, что это реальная причина для страданий. Может быть поможет это. Не выйдут закрылки на праздники, выйдут там в течение двух месяцев. Короче говоря, сейчас у многих людей, для которых уже взлетная скорость набрана, это хороший шанс. Продолжение следует...